Инфа. Чехия. Наши дубинки вместо чужих танков. Давайте взглянем исторической правде в глаза. Мартин Шмарц. Инфа.ЦЗ. Чехия. 23 августа 2019 года. Конец Пражской весне положили советские танки. Но надежды на свободу окончательно рухнули в августе 1969 года, когда наши сотрудники Комитета безопасности поработали дубинками. Им бессовестно помогали некоторые лидеры, на которые годом раньше народ возлагал большие надежды и которым выражал свою поддержку. В итоге по жестокой иронии судьбы все получилось согласно формуле Брежнева «Это ваше дело». Так же, как в 1938-1948 годах, история вновь подтвердила, никто не может навредить нам так, как мы сами. Чешский народ традиционно привык сваливать все плохое, что случилось с ним за его историю, на кого-то другого. Синдром жертвы и обиды сказывается на том, как мы воспринимаем самих себя и окружающих. Вообще это не поддается пониманию. Скажем, голландцам пришлось отчаянно бороться за свое государство. На протяжении большей части своей истории ими правили другие державы, зачастую жестоко, и их история полна кровавых восстаний и войн. Тем не менее они ощущают себя гордым свободным европейским народом поступает сообразно этому ощущению. Почему же мы не ведем себя как голландцы? Нашим тысячелетним государством европейского значения с раннего средневековья правила собственная династия прожемысловичей, которая отстояла для нас лидирующую позицию в империи. Чешский король был вторым после императора, и в отличие от немцев Чехии жили по собственным законам. На протяжении большей части нашей истории мы сами собой управляли. Но даже за 300 лет в составе Австрии чешские земли сохраняли важное и особое положение. За это время мы выросли как народ в культурном, политическом и экономическом отношении. При по-настоящему жесткой диктатуре, кроме периода бесчинства отечественных гусицких банд, мы жили только под нацистами и коммунистами. Хотя, что касается 40 лет коммунизма, как бы Москва не вмешивалась в наше дело, мы сами себе их устраивали. Вся грязь Второй Республики, включая антисемитизм, на совести чехов, как и злодеяние после февраля 1948 года, но и до него. Закон Дубинки, на самом деле законодательная мера, принятая Президиумом Федерального Собрания, от 22 августа 1969 года дал возможность одним нашим людям бить других, проводить массовые аресты, сажать в тюрьму за малейшую провинность, лишать работы. Закон ужесточил правила задержания демонстрантов, примечания Перев. Эдакое военное положение в миниатюре. Однако принял этот закон не протектор, присланный рейхом, а августовские деятели, Свобода, Дубчик и Черник. В этом году 50-летняя годовщина того позорного эпизода. И мы должны помнить его так же, как сам август 1968 года. А, быть может, стоит придавать этому эпизоду даже большие значения, потому что это наша собственная ошибка, которую ни на кого списать. Очевидцы, пережившие пытки в 50-е годы, в основном рассказывают, что чешские сотрудники госбезопасности вели себя хуже немецких нацистов. По словам очевидцев, меры в 1969 году в каком-то смысле были более жесткими, чем ввод танков. Потому что речь шла уже не о сопротивлении иностранному оккупанту в едином порыве, а о том, что одни чехи со звериной жестокостью преследовали других. В 1969 году тоже были застрелены милиционеры, коммунистический аналог СА, убили пять человек. На общественную нравственность это оказало ужасное воздействие. После ввода войск народ все еще сопротивлялся, а закон Дубинки окончательно сломал народу хребет. Всегда важно вспоминать важные исторические вехи. В случае закона Дубинки на то есть дополнительная причина. Это один из последних, на сегодня, примеров нашей ошибки, когда мы сами себе нанесли оскорбления, которые склонны списывать на других. Гусицкие войны, Вторая республика, февраль 1948 года, август 1969. Нет, в этих трагических событиях виноват ни Зидмунд, ни Гитлер, ни Сталин и ни Брежнев. Не было ни одной внешней причины, которая неизбежно привела бы к этим событиям. Все случилось потому, что мы сами себе это устроили. И то, что мы вечно сваливаем вину на других, говорит не только о нашей незрелости. Это не только смешно, но и глупо и даже опасно. Это сказывается и на наших нынешних и будущих поступках. Тот, кто руководствуется не разумом, а предрассудками, не исторической правдой, а народными мифами, тот не может хорошо управлять своей страной. Ни как гражданин, ни как политик. Все, как у Аруэлла, кто контролирует прошлое, контролирует будущее, кто контролирует настоящее, контролирует прошлое. Давайте наконец взглянем правде в глаза, в том числе правде об августе 1969 года. Тогда мы сможем сами за себя отвечать и действовать в собственных национальных интересах. В противном случае мы так и будем списывать собственные промахи на других. Либо на плохой Брюссель, либо на российскую пропаганду. А ведь наши жизни, наше будущее, в наших собственных руках. Так давайте же жить и смотреть в будущее как гордый и свободный европейский народ. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.